Добрый день, уважаемые зрители моего канала. Сегодня у меня очередная гостья в рубрике «Марочный коньяк» Светлана Мишурова. Создатель, руководитель клуба юных филателлистов в городе Воронеже. Собственно, это важнейшая причина, по которой мне очень захотелось с ней пообщаться. Я думаю, в основном об этом мы, Светлана, сегодня с вами поговорим. Но я бы хотел начать нашу беседу со своего вопроса, который я задаю всем моим гостям в этой рубрике. Расскажите, как вообще вы пришли в филателлию? Здравствуйте, дорогие друзья! Рада участвовать в этом проекте. Как я пришла в филателлию? Я пришла в филателлию в детстве. В возрасте 12 лет. То есть до этого я ходила и в ларике, стоящую печать, покупала марки, которые мне нравились на карманные деньги, которые я экономила, не оплачивая завтраки или обеды. И у меня была какая-то коллекция небольшая. И в конце концов мама мне сказала, что есть такие люди, которые не просто там что-то копят, но и как-то общаются, ну что-то делают, да, еще выставляются. Это есть люди-филателлисты. И я жила в городе Старый Оскол, это Белгородская область, не очень большой городок. Но тем не менее на тот момент в этом городе было клуба юных филателлистов, по-моему, два. Ух ты! А вот, да. И я пошла в ближайший, был Валентин Федорович Яншин, руководитель. И, собственно говоря, я пришла туда, там было человек 15 филателлистов в нашем клубе. А вот, и я туда пришла, а мне говорят, вот, жаль, что ты раньше не пришла, потому что у нас вот-вот на носу областная выставка филателлистическая. И я просто вообще за две недели я выучила все требования и создала экспозицию на 24 листа. Да, она у меня и сейчас, у меня был такой период, когда у меня дома воровали, то есть экспозицию чуть-чуть взяли, я очень рада была. Ну, потому что какие-то вещи, их можно восстановить потом, ну, или аналоги. А экспозицию, вот, я бы не восстановила, но ее не взяли. Хотя марки другие взяли, кстати говоря. То есть воры взяли марки? Воры взяли марки, взяли несколько альбомов. То есть в этих нескольких альбомах были марки, которые я собирала, допустим, с 17 по 27 лет. А мои детские альбомы хранились у родителей, я просто забрала их и стала дополнять свою детскую коллекцию. Так вот, а когда мне было 12 лет, я говорю, я сделала на 24 листа работу. То есть я просто там этого руководителя мучила, потому что у меня марок не хватало моих собственных. Я там у него купила или выпросила, вот, скорее всего, даже выпросила все, что мне не хватало. И эта работа вдруг заняла третье место на области, да. Причем она была такая, то есть у меня не было клинташей, ну, и негде было их взять, да. Я обводила каждую марку фломастером синим, фломастеры были в дефиците, они были импортные, ну, вообще это был дефицит. У меня все тексты написаны фломастерами, но тем не менее, вот, получилось, да. И я уже за следующий год сделала нормальную работу. И на следующий год я на все союзной детской ввела серебро. Там уже была работа с клинташами, написанная тушью. То есть раньше принтеров-то не было. Да, да. И мы на клубе юных филотелистов изучали основы каллиграфии. То есть мы просто там писали, ну, несколько часов тренировок мы писали красиво. Красиво тушью, ну, вот тушь, которую макаешь, да. Ну, да, да, перьевой ручкой, да, получается. Там даже специальные перья были для туши, я помню, набор этих перьев, там, разного размера. Абсолютно верно. И, короче говоря, вот, собственно говоря, уже после первой медали, конечно, меня там сильно полюбили все в Хьюфе. Вот. А я хотела очень выиграть путевку в Артек. И когда я получила серебро, мне дали путевку в Артек. И Союз развалился, и я не попала в Артек. Я до сих пор не была в Артеке. Вот. И... Ну, это была мечта любого пионера в советские времена. Я помню, да. Артек и Орленок, вот эти два знаменитых лагеря. Да, да, причем вообще это так и осталось мечтой. А сейчас детям реально выйдут путевку в Артек. То есть, в принципе, для детей-филателистов Артек как бы держится. Хотя там тоже все развалилось. Там же была, по-моему, своя почта, почта Артек. Да, была почта Артека. У меня есть конверты, там ребята писали оттуда. Ну, то есть, сейчас, по-моему, этой почты уже нету. Но, тем не менее, какие-то традиции у них остались. Они с довольствием детей-филателистов. Ну, замечательно. Вот тогда давайте как бы плавно перейдем уже к детям-филателистам. А вы, получается, я так понял, что... Ну, я не знаю, насколько давно, вот в орбиту моего, как говорится, да, информационного внимания, эта информация о вашем клубе попала совсем недавно. Вы давно вообще его организовали или это... Нет? Новый, да? Свежий? Это был в феврале. Ну, то есть, в феврале я его открыла. Вот сейчас, этого, 21-го года, да? То есть, всего два месяца. Да, решила я его открыть в 20-м году, в ноябре. То есть, я совершенно филателист такой, тихий, неохваченный. То есть, как только развалился Советский Союз, и я выросла из возраста Кюфа, я собирала марки тихо, спокойно, для себя. Вообще, совершенно без всяких амбициозных целей. Ну, то, что мне нравилось. А на какие темы или там какие периоды? Значит, я собирала розы и орхидеи. То есть, я собирала то, что я в детстве собирала. То есть, мне мои работы детские не нравились, и когда-нибудь я мечтала сделать взрослую экспозицию, такую, как делают в Европе, на больших листах. То есть, у нас какое-то очень консервативное, и в России, и в Союзе отношения, как-то вот эти вот листы полукнижные, но негде развернуться фантазии. В Европе экспозиции, они превращаются в прям шоу. Ну, то есть, там все по-другому, если вы понимаете, с чем я говорю. Я хотела сделать взрослую экспозицию, но я понимала, что мне некогда, потому что я врач, и я постоянно занята. Но вот такая какая-то мечта. Потом я стала собирать вдруг неожиданно пингвинов, потому что у меня сын, у сына появилась любимая игрушка пингвин, и он говорил, что я бабушка пингвина, ну, что это мой внук, если пинамин его сын. Вот, и когда я уезжала в командировки, он мне присылал письма от моего внука, там, здравствуй, бабушка, у нас там в Антарктиде все спокойно. Замечательно. Да, и я стала интересоваться вообще больше жизнью моего внука, и, собственно говоря, оказалось, что арктическая почта, это невероятно, антарктическая, это невероятно интересно, а пингвины сами милые. Ну, и вот я на эти темы как бы и собирала все, что могла собрать. А вот, и так я собирала, собирала, пока в ноябре 20-го года не увидела некрологи, то есть ряд людей, руководящего состава союза филателлистов России, умерли. Я видел, да, Файзрахманов, потом еще кто-то, да. Да, вот, то есть практически... А сейчас вот буквально несколько дней назад Илюшин умер. Да, да, и то есть я просто увидела ряд некрологов, и я не знаю, у меня вдруг такое появилось. Ну, знаете, я подумала, вот, когда на войне знамя падает, то уже его подхватит. Замечательно. Понятно, что я, может быть, не достойна, но вот когда вообще на войне, да, хватает первой попавшейся, да, и несет дальше, а потом там передает более достойным товарищам. Вот, и я решила вообще организовать кюг. Вот просто я вот это делаю, я читала эти некрологии и думаю, ну, вообще-то так все скоро помрут, нужно организовывать кюг. Вот, и я просто в течение двух дней нашла людей, которые готовы на базе какой-то частной организации детской открыть кюг. Ну, у меня же не было членства, вернее, мой там детский билет кюг и раньше тоже в ВОКО относились. Да, всесоюзное общество филателистов, да, обязательно. Да, да, ну, то есть у меня только тот детский, членский билет, а СФР-овского у меня нету, я нашла, значит, людей, которые все-таки в СФР-е, рассказала им, мне сказали, молодец, молодец, давай. Но это ваше там региональное отделение в Воронеже или где? Нет, нет, в Москве. В Москве нашла, потому что здесь я не смогла найти, была пандемия, помните еще, у нас есть место, где люди собираются, это ДК-Мшен-строители. Но СФР-ами были запрещены, и филателисты не встречались. Поэтому я смогла кого-то из интернета найти. Через интернет москвичи легко находятся. А вот, и мне сказали, конечно, вам вселенский билет мы восстановим. Потом сказали, мы забыли, потом еще что-то, еще что-то. Потом та компания, которая сказала, организовывай кюф, уже сказала, нет, нам больше это не интересно. А все, членского билета у меня не было. И вообще просто неделя шла за неделью, и я поняла, что вообще, наверное, можно и без членского билета организовать. Ну, потому что иначе это вообще никогда не кончится, это Тягомосино. Вот. И второй раз я фирму частную не нашла, но я пошла в Дом молодежи. Ну, то есть, это молодежная у нас организация при администрации города Воронеж. И у нас есть большое, огромное здание Дом молодежи. Вот. И я просто с улицы зашла, сказала, здрасте, можно я вот клубку довезти? Меня говорят, ну, в бумаге заполни. Я заполнила бумаги, и мне вообще просто говорят, везде нужны связи, там, администрация ничего просто так не делает. Ну, существуют такие мифы, да? Ну, да. Там, кто такая, вы от кого? Вообще, никто меня не спросил. Я заполнила документы и получила право, выбрала время и получила право на помещение в центре города. Ну, и вот стала везти. То есть, вам прям, получается, выделили вот в этом Доме молодежи там помещение в какое-то время, да? Где вы можете там собирать своих подопечных. Замечательно. Причем, прям в центре то же самое, допустим, что в Москве, я не знаю, на Тверской выделили бы помещение. Абсолютно безвозмездно. Пожалуйста, приходи, занимайте. А вот, билет я так и не получила до сих пор. Слава Богу, мне сейчас прислали хотя бы его фотографию этого билета. То есть, мой членский билет существует. Но все никак не может дойти никто до почты, чтобы мне его отправить. Но, тем не менее, пока я его получу, я думаю, мы развернемся как следует. то есть, все получается быстро, лучше, чем я ожидала. То есть, у нас какая-то движуха, мне все нравится, детям нравится. Я не понимаю вообще, почему никто раньше этим не занимался. Я вот этого понять вообще не могу. Ну, Светлана, я думаю, что основное это как-то вот желание, наверное, возможности. Я вот, например, если на себя примеривать, понимаете, я вот занимаюсь, ну, вы тоже смотрели мой канал, да, я тоже чем-то близким как бы занимаюсь, да, но я вот, например, вживую, то есть, мне, может быть, с детьми-то сложновато как-то, то есть, я так понял, что вы еще, видимо, и педагог, да, по образованию, да, ну, вот, может быть, это еще важный аспект. в том числе, у меня второе высшее, это педагог-пехолог, и я врачом работаю в такой организации, которая работает с детьми, то есть, в центре игровых технологий, в пики-пусловьях, где-нибудь в лесу или в степи, мы живем, и там, кого стрела попадет, кого еще что-то, и я всех детей лечу, ну, то есть, навык общения с детьми у меня имеется, Ну, понятно, вот видите, потому что это тоже важно на самом деле, ну, а потом, как сказать, это все тоже и время, потому что это-то дело такое, все-таки, тут важна регулярность, как это, наверное, может, не у всех это возможно, сочетать с работой, ну, хотя, ну, не знаю, в общем, в любом случае, вам, как говорится, большой респект за то, что вы за это дело взялись, а я вот видел, да, тоже в интернете, я так понял, ваши подопечные уже куда-то там в Перм, на выставку какие-то работы отправили, да, то есть, я так понял, они по вашим стопам пошли, там, с корабля на балл за две недели, да, выставочный экземпляр, я удивлена, то есть, ну, вспоминает свое детство, вот, меня показывали, какому-нибудь дядечке, не знаю, кто он, и говорили, а вот Света у нас написала работу за две недели, и это у меня отложилось, как что-то невероятное, но оказывается, это легко, то есть, у меня реально три человека из семи за две недели сделали вообще, ну, за три, допустим, недели, но там еще есть такой пунктик, что один был очень далеко от Воронежа, я дистанционно с ним занималась, но тем не менее, я просто записала видео, на YouTube я ничего не выкладываю, там не умею, у меня нет времени на самом деле, вот съемками заниматься нет, техники такой, и так далее, а вот, я просто на телефон записала, как делать экспозицию, отправила этому мальчику, рассказала всем, и у меня просто дети за три недели сделали из семи, три человека, три экспозиции, они отправились в ферм, на выставку межрегиональную, причем я не понимаю, почему она межрегиональная, там есть и зарубежные участники, по-моему, из Белоруссии, из Румынии, да, точно увидел, да, опять СФР как-то не сделала какие-то документы, и статус не придалось, ну, там же, да, уровень, как бы, там судьи тогда должны быть, по-моему, какие-то, если она международная, там более, нормальных вещах, вот, а так, дети мои, конечно, отправили три экспозиции, и все получили, там, оценку, хорошо, все три, хотя, конечно, я, когда, мне прислали, там, образцы других работ, я же их учила, по своим работам, это советские стандарты, да, то есть, я просто не знала, какие отступления, в ту или иную сторону, мы можем допустить, и они сделали советские работы, тем не менее, эти советские работы, получили оценку, хорошо, а можно было бы сделать, больше, но, если бы я знала, тогда, что, вот, что можно сделать, потому, что, если говорю, большой энтузиазм, со стороны детей, со стороны сторонних людей, каких-то, то, со стороны филателлистов, вообще, ну, то есть, ну, не знаю, вот, парень Сергей Филатов, который организует, это глава пермского, да, регионального, тоже там, какого-то, то ли отделения, то ли союза филателлистов, я бы узнала, что он достаточно крутой человек, но он вообще простой, и вот это первый, наверное, человек, который мне, там, отвечает на вопросы, ну, вот как-то, вот он со мной ведет диалог, обычно, филателлисты, взрослые, они совершенно не поддерживают, они вообще пугаются, или, ну, ужасно, я детям не показываю взрослых филателлистов, но стараюсь не показывать, потому что я боюсь, что дети, когда увидят, они подумают, что может быть, все филателлисты такими вырастают, и, ну, перестанут этим заниматься, потому что, конкуренция ни на чем, ну, то есть, буквально, не отвечают люди на вопросы, то есть, я понимаю прекрасно, Светлана, о чем вы говорите, вы знаете, у меня вот в эту рубрику, я с несколькими людьми, ну, вот, там, да, значит, маститами тоже такими серьезными, с которыми я там или в интернете их находил, или где-то там еще, значит, знакомился, тоже я приглашал, и несколько человек отказались сниматься, у них вот такие тоже, понимаете, ой, я не хочу вот афишировать свою коллекцию, вдруг меня ограбят, буквально три дня назад, то есть, вот этот вот выпуск, он выйдет раньше вот этого нашего, потому что я буду монтировать, я поехал в город Хобби, это центр, значит, торговый центр, ну, товары для хоббистов, там несколько магазинов марок, я тоже надеялся, что мне, значит, разрешат там поснимать, ну, как бы просто вот тоже поговорить с этими людьми, все, в три места заходил, ни в одном мне не разрешили снимать, но я, естественно, не стал настаивать, что я там буду права качать, да, но вот тот же самый подход, то есть, как бы все очень, так сказать, вот по-тихому, камерно, там, я тоже не очень это понимаю, но пожилые люди, все-таки, в основном, это люди, несколько там больше, наверное, на поколение старше нас с вами, кому там уже за 60, за 70, ну, свои тараканы в голове, что сделать. Ну, вот знаете, мне отвечают прекрасно люди из Белоруссии, то есть, там и марки классные, и люди там классные, то есть, я не знаю, почему. Я тоже удивляюсь, я смотрю, допустим, канал, вот, там, пана Андрея из Киева, тоже, значит, филателист, он везде там ходит, снимает на их там какие-то сборища филателистов, на выставки, в магазины, там, в почтампе и так далее, то есть, все там на барахолке своей, там все, люди все нормально, спокойно общаются, все. У нас, да, я согласен, с этим какая-то действительно проблема с филателистами, там, старшего поколения, есть исключения, но... Ну, да, 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 то есть, вот мне говорили девчонки филателистские, которые ведут свои какие-то YouTube каналы, что им звонят, звонят в главпочтампе и говорят, вот вы в прошлый раз снимали, мы там узнали ваш телефон, а у нас новые марки, вы придите и снимите. Это в Беларуси, да? Да, это в Беларуси, для меня это вообще, я думаю, ну неужели такие люди существуют? То есть, ну, это удивительно, почему у нас такая закрытость, более того, дети, когда начали заниматься, они сами, дети же сейчас интернет подкованы, у них времени больше, чем, вот, у меня, допустим, они там находили, или на мешке они пытались переписываться, не просто покупать, а там спрашивать, задавать вопросы, и тоже говорят, что это вообще какая-то дичь, что если ребенок спрашивает, там, он видит регалии человека, регалии, там, очень известный филателист, у него сколько-то работ, у него там книги есть, и ребенок беззади, мысли ему пишут, и говорят, здрасте, я там, Ась Пупкин, из Воронежа, а вот у меня есть набор марок, вы не знаете, сколько он может стоить, он ценный или не ценный, почему-то вот задают они вопрос, и этот человек говорит, у вас и марки вообще ничего не стоит, выкиньте их, вот, у меня коллекция, и начинает рассказывать про свою коллекцию, то есть, меня это просто, хотя бы ты сказал, вот человек написал каталог, хотя бы ты сказал, каталог мой купи и посмотри в нем, но это было бы логично, совершенно полное обесценивание, поэтому вот не знаю. Друзья, это была первая часть интервью со Светланой, будет еще вторая, я там ее выложу через пару-тройку дней, но я пока вот еще, что хотел бы сказать, обратиться к своим подписчикам, ну, в первую очередь, именно таким опытным маститым филателистам. Друзья, мне вот на протяжении всего практически срока существования канала, многократно присылали для помощи начинающим филателистам, марки, там, что-то еще, какие-то филматериалы, там, открытки, замечательно, большое спасибо, я это все тоже, как бы, когда ко мне обращаются, и по соответствующей тематике просят, отправляю, таким начинающим филателистам, но я хочу сказать, что вот здесь, вот в этом кюфе, как раз-таки, можно найти, что называется, сразу и много начинающих, которым можно помочь, это я веду к тому, что, я знаю, что Светлана, она фактически, сама там в одиночку это все тащит, то есть, там нет никакой поддержки, ни от регионального общества, там, ни от российского, ни от филателистов, ничего, поэтому, в принципе, друзья, если у кого-то есть, какие-то лишние филателистические материалы, или принадлежности, я здесь вот под видео, в описании оставлю адрес этого кюфа, вы можете напрямую туда отправить это все, помочь начинающим филателистам, и еще, Светлана тоже очень просила, говорит, ребята очень, ну, трепетно относятся к каким-то комментариям, там, словам поддержки, вот тоже в описании, я оставляю ссылки на несколько статей на портале Филателия.ру, об этом кюфе, ну, вы можете поддержать юных филателистов, и таким очень, скажем так, необременительным способом пройти, там, почитать эти статьи, и оставить в комментариях какие-то слова поддержки, советы, рекомендации, Светлана говорит, что ребята очень внимательно смотрят, читают, проверяют, появилось ли там что-то новое, вот. Спасибо за внимание, скоро будет продолжение беседы со Светланой Мишуровой.